Хочу спросить у вас, что вы себе представляете, о чем будет этот прекрасный курс, что кроется для вас за словами проектирования интерфейса. Не бойтесь, сегодня довольных не будет, можете отвечать все, что угодно. Молчание наш брак. Да не интерфейс, а все свои люди занимаются. Прекрасно, еще есть мнение. То есть на выходе, что ты будешь иметь? Сейчас ты пришел, можешь делать интерфейс так себе и забереть, да? А после пульса ты выходишь и лох. Не, ну вот, само-то не поможет. Конечно, для этого есть Виктор. Хорошо, еще кто-то, ну смотрите. А в руки какие практики? Вот, правильно. На ошибках мы все учимся, и у нас хорошо получается их делать. О них мы много будем рассказывать. Смотрите, начнем мы с того, что... Так как нам с вами, сколько, целый семестр встречаться по четвергам, иногда нас будет двое, иногда поштучно. Как вы везете? По одному просто было страх, потому что, не знаю, в фильме было 35 человек. Ничего себе, стремно одному это? Ну, ладно. Я расскажу вам сначала про себя, а потом, видите, расскажут про себя. Смотрите, я когда-то, как и вы, пошел в институт, и первое, что я сделал, я не поступил в политех. Я сюда пытался поступить, но не получилось. Там был стремный проходной балл. Я думал, возьмут, не возьмут, в армию вообще не хотелось. Поэтому я пошел в ЛТ. Туда меня брали после тридцатки без экзаменов. Это такое типичное проявление лени. Далее ходить ближе, берут без экзаменов, а учат везде примерно одному и тому же, как оказалось потом. После института у меня была кафедра радиотехники и телекоммуникации. Я думал, что надо этим плотно заняться. И устраивался работать в компании LG. Тогда было много сотовых телефонов, в отличие от нынешнего времени, да, с разных форм-факторов, всякие распродушечки, слайдеры, крат. Но так как я после института ничего не умел, и я 600 только на лекции походил, половину еще прогулял, я пошел в отдел тестирования, где он дает телефончик, вы начинаете проверять, все ли хорошо работает, нажимаются ли кнопки, шлются ли смс, там идете в подвал, где связь не ловят, пытаетесь откуда-то что-нибудь отправить. Очень интересная работа была. И уже там я понял, что все люди по-разному взаимодействуют с телефоном, с компьютером, у них разные ожидания, разные штуковины. Потом случился такая метаморфоза, которая называется стартап под названием йода. Это было еще давно, когда это был еще такой стартапчик-стартапчик. И там начальником разработки был один из сотрудников LG, и надо было очень быстро набрать себе штат людей. И как это делалось у нас в стране? Идешь на прошлое место работы и зовешь всех, кто там хорошо работал, на следующий. Распространенная практика, так я попал в йоду. Уметь я умел только тестировать, а тестировать было еще нечего, потому что были бы амбициозные цели. Сейчас мы сделаем рай на земле. Буквально у каждого в кармане по отдельности. И в принципе многие люди представляли, что они хотят сделать. Но нужен был кто-то, кто мог это зарисовать в каком-то виде. Какие-то идеи, как будет выглядеть интерфейс, куда люди улучшать. И так как мне было заняться вещь, они говорят, ну-ка попробуй-ка ты. Я нарисовал, приношу им это все, а рисую я, как бы сказать, я могу попытаться, но камерой смеяться будет не очень удобно, а я плохо рисую. И там произошел такой комментизивный диссонанс. Идея офигенная, а рисунки так себе. Я говорю, блин, Михаил, иди туда, и получись нормально рисовать, где вот это юзабильное, где сделай удобно, потому что то, что нарисовал, на него даже смотреть плохо, как же этим будет использоваться. Тогда не будет такого обилия курсов, никаких лекций в интернете, то есть что-то удалось найти. И первое, на что он отхнулся, это всякие лекции по дизайну, золотое сечение, ну, знаете, да? Вот там, да, все замыкается куда надо. Я думаю, что все понятно. Кнопки просто должны быть определенного размера. Если их расположить как-нибудь так, что вот у нее в носу будет кнопка написать сообщение, то все люди просто смотрят на страницу, у них срабатывает этот животный из тех золотого сечения, и они туда нажимают, кстати. К сожалению, так не работает, как оказалось потом. Но потихоньку я узнал о том, что это не все, это только часть, которую можно назвать дизайном, либо художественным оформительством, как угодно. Что есть такая область, как именно проектирование интерфейсов с точки зрения взаимодействия. Что человек, в какой момент ему может понадобиться это много, как он ее будет нажимать. И вот на этой волне появилось сообщество, форумы, где люди выкладывали работы свои. Например, ребята, посмотрите, вы же рисовались. Вот я нарисовал, как он. Я активно там участвовал. И, соответственно, как себе это делать? Смотришь на картинку, пишешь, да, говно. Просто пишешь, как написал, да, отвратительно, это вообще ничего не понятно. Ну, как так делать? Тогда мне казалось, что это клево. Вот вы же можете сказать, а цейт неудобный. Или там, мне это не нравится. Я действовал точно так же. И в какой-то момент мне написала одна из активисток этого сообщества, говорит, ты сам можешь что-то сделать там, да, что-то сделать для хир-хопа в свои годы. Примерно так я попал в компанию, которая называется Изобью Тела, которая занимается целенаправленно прямо в проектировании интерфейсов, в тестировании интерфейсов. Об этом все мы будем рассказывать подробнее. Там я проработал два года, собственно, узнал все, о чем мы расскажем вам на этом курсе, из чего вообще состоит весь этот процесс, как понять, удобно, неудобно. Чуть подробнее об этом сегодня видео расскажет. И после этих эпопей меня позвали работать сначала в фотострану, а потом в одноклассник. В фотостранде я был выделенным ее специалистом. Ну, чтобы вы понимали, все ребята сидят там, пилят свои маленькие проекты, и есть такой советник, ну, как бы сказал, вы забейте, да, и приходит, говорит, что-то у нас плохо, можешь хорошо сделать. Конечно, сделал, обносишь обратно. Что из этого получилось, я расскажу чуть дальше. Это очень тяжелая работа, скажу вам, не очень благодарная. Эсим у нас сейчас занимается, видите, он немного несчастный стоит, потому что он сейчас занимается именно тем же самым. Я вот одноклассник чуть-чуть схитрил и пошел менеджером. То есть я и удобно могу сделать, но и у меня есть разработчики, и мы такие вместе удобно делаем. Когда совсем плохо, идут к Витя, нельзя же признаться, что мы не можем, потому что у нас же есть специалист, ему отдадим, и если что неудобно, то это он теперь. Что отличает меня от Виктора? То, что весь мой опыт, это исключительно, где-то что-то почитал, где-то что-то узнал, где-то что-то попробовал. То есть это такая самоучка в чистом виде, и на это надо делать скидку. То есть все, о чем буду я рассказывать, в той или иной мере, может иметь, как бы сказать, влияние моего мозга в мировосприятие. То есть если я вам после того, как расскажу о какой-то методике, скажу, что я так и не научился ей пользоваться, это не потому, что она плохая, а потому что просто применительно ко мне, я не нашел никакого плюса, но она есть, я вам о ней расскажу. А у Виктора, помимо богатого опыта, есть еще, можно сказать, профильное образование по психологии, ну и в целом хрикер тебе в руки. Да, давайте тебе я попробую рассказать о себе. Вы стоите рядом, чтобы тебя поуслышать. Активно сюда. Да, значит, как Миша уже меня представил, зовут меня Виктор. И что интересно, что помимо того, что мы вместе с Мишей сейчас работаем в одноклассниках, я также работал в компании «Фотострана», правда не в те годы, когда там работал Миша, а в тот момент, когда я там туда и перешел, это был очень такой начинающий стартап, у которого только-только-только там пошли какие-то пользователи, вошла движуха, и все были на этой волне очень позитивными, соответственно, было очень много таких хороших решений, плохих решений, средних, их нужно было как-то оценивать, оценивать, нужно было понимать, какой из них лучше работает и почему, и в этот момент я начал понимать, что зачастую на то хорошее решение или плохое, больше пользователей пришло или меньше, очень сильно влияет то, как оно представлено в интерфейсе, сделано ли то какой-то функции 5 шагов или 2, сделано ли там большая красная кнопка или маленькая серая, а если большая красная, то почему-то на все остальные кнопки начинают жать меньше. И, собственно говоря, как бы эти все вещи я начал изучать именно с точки зрения психологии восприятия, слушал кучу курсов на Coursera, а когда понял, что Coursera это все очень здорово, но как бы все-таки чего-то не хватает, я поступил на психологию СПЛГУ и надеюсь в этом году там защитить диплом. Вот, помимо этого я работал еще в компании Crystal Service, где мы, ну вообще компания на самом деле достаточно интересная, потому что она автоматизирует все большие гипермаркеты, там если вы закупаетесь в ленте, океи, лэнди, азбуки вкуса, дикси, это все автоматизировано от Crystal Service. Вот, то есть там сделаны и вкассовые решения, там куча других, там куча других технических всяких штук, там от принтера чеков до там всяких кассовых премудростей, и, например, вот оттуда я узнал еще много интересных моментов, например, то, что если интерфейс какой-то там с моей точки зрения не очень, какой-то он серый и блеклый, то стоит мне чуть-чуть расставить акценты по-другому, как кассиры начинают жаловаться, что им целый день сидеть и смотреть на такой интерфейс, в котором как-то кто-то умный расставил акценты, не очень круто, потому что умный один раз расставил и как бы ушел домой пить чай, а они сидят над этим 12 часов. Вот, и вообще им бы хотелось вот так вот, чтобы можно было не напрягать глаза, как минимум. Вот, а в идеале, чтобы там поменьше ошибаться и с них потом деньги не считывали, службы безопасности. Вот, ну я понял, что это очень сложно, поэтому решил сделать вот, принять честь вот в таком проекте, на самом деле как раз самообслуживание, в котором покупатель сам все может делать, без участия кассира, и соответственно как бы рассчитано не на тех, кто использует там это решение каждый день, а на тех, кто запрел в магазин и не хочет стоять в очередь. Но, как бы, он в очередь не хочет стоять, но и сильно разбираться и запариваться, как это работает, тоже не хочет, просто не хочет просто подойти и все просканировать и быстро оплатить, и уйти, потому что он, в общем, не приходит в магазин для того, чтобы разбираться с тем, как касса работает. Вот, на самом деле сделали мы таких решений несколько штук, и если кто-то из вас живет неподалеку, вот похожие решения есть наши, опять же, стоят в ленте на наставиле. Вот, некоторые наши решения, опять же, есть в галерее окей, то есть, в принципе, это все можно посмотреть, можно купить штук, вживую убедиться в том, там, в тех каких-то моментах, которые мы будем рассказывать, а может быть где-то и пожурить нас и сказать, что плохо сделано, ребят, а вы нам тут рассказываете, что хорошо. Вот, и на самом деле это тоже очень интересный был опыт, потому что там очень много таких тонких моментов, здесь, например, пытаешься как-то расположить элементы на экране, а люди на экран просто не смотрят. Вот, там, ты сделаешь и так, и так, и так, а в итоге все равно все книзу приходится прижимать, потому что туда просто значительно больше взгляда идет в пользу дископ. И, как бы, может быть, это и не всегда красиво, и там со стороны может казаться, что неудобно, а по факту это вот иногда единственное возможное действие. Вот, и как правильно Миша уже сказал, в одноклассниках я занимаюсь тем, что стараюсь решать изобилие эти проблемы, но, собственно говоря, решение их является зачастую там в приоритизации, и решаем мы как бы не все проблемы, а самые значимые. Вот, ну, в целом работы много, как я уже сказал. Видео, он уставший, как вы. Да, но на самом деле и очень много интересных и позитивных решений у нас тоже есть. Вот, и одноклассники действительно очень динамично развивающиеся проекты, которым огромное количество пользуетесь, и которые, в общем, мы проводим там каждый день, и действительно там есть что улучшать и что делать. Видите, веселый, веселый UX-специалист. Смотрите, если будешь присесть, отдавки, то есть, целый день идти работаю, устал. Как вы думаете, что делать на работе UX-специалист, как можно так устать? Давайте с другого начнем. Кто из вас работает? Класс. Официально? Можешь сейчас даже про черную зарплату рассказывать, мне все равно. Какая родница официально? Может, ты по ночам работаешь? Вот, молодец, там, ходишь спокойно. Кто сталкивался с сериалами на работе? Так, ты один остался. Что он у вас делает? Слушай, ну, у меня сейчас нет своих специалистов на предыдущей области, ну, он сидел своими днями, смотрел, по-моему, смотрел всякие метрики и иногда еще, что я слава проектировал и научился перед начальством. Ну, ты никак с ними взаимодействовал? Какие результаты вообще трудно? Да, у него. Ну, я знаю, что его применту выглядело лучше. Сумантально-ауц. Не знаешь, как понималось это решение? Ну, на самом деле, это было тогда, когда пульс резко проскочил, а там компания, в общем-то, кто-то и надавитель. И не поэтому, там, ну, кнопку вы прокачали, так что бы, возможно, он не был в этом виноват. В общем, вы понимаете, что это очень опасная работа. В любой момент вас могут раскусить и увылись. Потому что вы пишете код. Что происходит с кодом? Вы его написали, нажали в заветное сочетание клавиш, он скомпилировался и вроде бы когда работает. У их специалиста нет компилятора вообще. То есть, вот Митя что-нибудь сделал, принес, неважно что, решение устное, квадратики, нет такой кнопки, на которую он только нажал, и да, да, все проверено. Именно поэтому он смотрел метрики, чтобы понять, как-то привели ли его изменение к чему-нибудь, либо просто он под метриками смотрел что-то еще. Я, когда думал о том, чтобы заняться проектированием интерфейсов, был уверен в том, что работа заключается именно, вот как я вам говорю, в расположении элементов на экране. То есть, вот есть экран, у него есть какие-то задачи, допустим, написать сообщение. Соответственно, там должна была более плода, заметная кнопка, чтобы человек нашел кнопку отправить сообщение. Что-то еще. И вот те 7 лет назад, на этом даже можно было где-то выехать, потому что часто, вы знаете, кнопки было не видно, она была серая, она появлялась только после того, как набрал буквы. То есть, там программисты чудили, как могли, и можно было найти вот такие легкие базовые ошибки. Сейчас, так как интерфейсы эволюционируют с бешеной скоростью, детских ошибок все меньше и меньше, и проектирование, и если вы называете не проектировщик, а его специалист, это более широкая область, потому что если мы взглянем на работу этого человека, то навряд ли его расстроило просто неправильное расположение кнопок. Здесь могло произойти все, что угодно. Его могла забвать клавиша, он мог не найти форму, в которой ему надо сделать. Возможно, он пять раз что-то набирал, а оно так никуда и не отправляется. Может, он вообще сообщение от жены прочитал. Не важно. Суть в том, что он работает с каким-то продуктом, и в какой-то момент получается вот этот эпик фейл. Безусловно, это, как бы сказать, такая эскалированная проблема. Не все каждый день так делают, да? Но я думаю, чувство вам знакомых, а хочется просто... Я иногда подбираю слова, потому что на камеру записывались так громко, гораздо быстрее все расходу. Ну, перестать работать с этим, заняться более удобным делом. И задача UX-специалиста заключается не только в том, чтобы расположить как-то что-то на экране, но и продумать весь сценарий взаимодействия. Зачем вы пришли, какие цели у вас есть, с чем вы ушли, в какой момент вы можете расстроиться, где вас можно порадовать. Потому что все вы знаете, что человеческие ресурсы конечны. Тот же самый гнев, он имеет свою степень насыщения. Если вас с утра расстроила жена, потом еще в метро затоптали, то в интерфейсе достаточно маленькая ошибка, чтобы вы ухудрили такое жесткое решение. С ноутбуком сложнее, давайте их сделать. Соответственно, опять же, на заре, да и сейчас практикуется такая штука, что разработчики сервиса, видя, что это приводит вот такой вот ханалии, ищут решение. Они приходят к специалисту и говорят, сделайте нам удобно. У нас обижалованы, все говорят, что сервис неудобный, пользоваться невозможно, бабушка не может ничего сделать, бла-бла-бла. То есть они не знают решения, они ищут его на стороне. Либо, когда компания обозревает, они берут к себе мага и волшебника и до недавнего времени, да и сейчас, в принципе, многими считается, что изобилие это, как бы сказал, сделать поудобнее. Это чистой воды магия. Никто не знает, что делает у их специалист, но все верят в маленькое чудо, что вот он что-то поделает и все станет хорошо. У этого чуда есть корни из детских сказок, откуда угодно, потому что все хотят лежать на печи, потом поймут золотую рыбку и пошло, поехало, жизнь наладивается. Еще есть один такой фактор, не знаю, об этом можно рассказать или нет. Чудо верят только если оно дорого. Реально, задешево, хорошо сделать нельзя. И услуги UX-специалиста стоят часто очень дорого, потому что смотришь, ничего себе такой дорогой человеку, наверняка он же плохо не может сделать, он ни фига стоит, давайте. Потом вы пойдете, вы смотрите, да, что-то и так все золотая рыбка. И начинают уже спрашивать, что вы делали, как с этим быть, поэтому пойдем в DV-специалист и сразу забирайте ценник. Теперь здесь, конечно, не очень видно, но расскажу вам в случае буквально месячной давности в Одноклассниках у нас есть интерфейс, так называемая четвертая колонка, в которую мы выводим просто людей, которые только что зашли на сайт. Чтобы вам было не скучно сидеть на странице, вы знали, что вы не одиноки, можете написать ему сообщение, заходить к нему в гости, все что угодно. Мы туда добавили такую рубрику «Недавно общались», то есть просто заголовочек и три человека, с которым вы переписывались. Все сделано по UX, по дизайну, мы просто добавили заголовок, добавили трех людей. Гипотеза была такова, что эти люди вам ближе, вы смотрите, ах, Марина, пойду напишу им. Стали проверять, смотреть метрики, нормально, там шквал перехолок в гости, все смотрят, идут к Марине, а потом мы всегда просим саппорт, мониторить новые события и приходят сообщения пользователя. Они просят убрать эту графу, не понимая, кому это было нужно, что рядом сидящий, например, муж видел, с кем я общаюсь. Этот аспект, который сидя в офисе, в теплом, вы никогда не смогли, возможно, вы сможете, предположить. Вот мы как проектировали, нам что хотелось? Это была цель, была задача, был инструмент. Что у людей еще есть муж, который как-то будет влиять на интерфейс. Я не знаю, может она теперь сидит и ладошкой закрывает эту проблему. Возможно, это вообще ее заставит перестать ходить. Таких решений довольно много. И вот об этих, не сказать, что это неудобно, да, то есть, в принципе, там все удобно, там даже мужу видно, никаких проблем. И к проектировщику, к дизайнеру не придраться, идеальное решение. Только оно может вызвать к тому, что муж подойдет, на который и сзади побалде на это самое. Получилась, грубо говоря, такая ситуация, что вы просто не подумали. Невозможно все предусмотреть на свете. Но те методы, о которых я буду вам рассказывать, они отчасти направлены именно на то, чтобы вы могли опираться не только на свое мнение, мнение коллеги, а как-то учесть материальных пользователей, с чем они приходят, какой багаж, что он может софектировать. Есть другая сторона медали, когда вы зовете к себе пользователей, и их специалист иногда занимается еще тестированием, если нет выделенного человека. Когда он проводит так называемый тестирование, когда вы сажаете живого человека, и рядышком с ним смотрите, как он матерится на ваш интерфейс. Это очень забавная штука. Но когда вы потом показываете менеджера, говорите, смотри, этот вариант, ой, 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 погодите, сейчас. Поспешил я про менеджера, но я про него расскажу чуть позже, потому что еще один, да, для вас, для программиста специально, люди, вот эта девочка просто пожаловалась, там был более грубый отзыв, я не стал ее сюда писать. Но часто пишут примерно вот такое. Не знаю, кого видно. Этот я не буду читать, следующий могу не читать. Какое блюдо посадил на вход тупорлевого безграмотного кота? Там, будьте прокляты, отстой, приложение стало еще дерьмой. То есть вы что-то делали, что-то выпустили и получили сразу сверху тележку, так сказать, свежее впечатление от удобства и от вашей месячной работы. Мало того, что у вас весь месяц гнобил менеджер когда-когда-когда, а потом вы почитали о своих трудах. И чаще всего эти люди гнобят разработчиков. И не стесняются вообще выражения, потому что это интернет, там про прямоту, ну, каждый третий пост, что куда их, откуда они у них растут. Вы понимаете? Никто здесь не пишет, уводите UX-специалиста. Или там, у вас еще менеджер-придурок. Нет, они все считают, что разработчик это конечная сила, которая принимает решения. Поэтому вам, чтобы не получать таких отзывов, да? Да, можно сказать, во-первых, это не я, менеджер прямо с фамилией. Либо это UX-специалист предложил пересылать ему. Но и не стесняться в какие-то моменты самим принимать участие, да? Не безвольно там сказали сделать, как там детство мне говорили. А если тебе дядя скажет в окно, вынези, ты выйдешь? Нет, конечно. Я скажу, вот, давайте послушаем. Что делать менеджер, когда вы показали ему тестирование, где девочка у меня ошибалась несколько раз. Я выписал там список этих проблем на прошлом месте работы. И он мне пишет, Миша, это не баги, это какая-то тетка что-то не догнала. Мало таких, а кто-то догнал. А остальные это дефекты мозга. То есть они считают, что это не интерфейс плохой, не продукт плохой, а люди, они тех, по словам, тестировали. Да, эти одноклассники образованы специальным людям, там, с верными семьями, пусть не переписываются с кем не надо. Суть в том, что это естественный процесс, и про эту психологию Витя тоже расскажет, когда для вас ваш продукт это дитя, которое, ну вот, как сказать, стрёмно, когда кто-то со стороны считает его плохим. Они же тоже безобидны, просто неудобно. Вы считаете, нет, мы же делали, мы же не могли сделать плохо. Как так? Мы же все старались, на работу ходили там, запускали что-то, дизайнер рисовал. Пусть людей постаралось, но вышло не очень. И, помню, вот это, работа ее экспериментом в большей компании очень часто планирует одну картинку. То есть это человек, который непонятно, что делает. В принципе, он должен извергать какую-то магию, но чаще всего он просто все обсирает. И вся работа заключается в том, чтобы рассказать другим, как надо делать. Это очень сложно психологически, видите, опять вымогу ценить. Когда вот он приходит и говорит, Миша, нам надо тут все подвигать. А у меня и так, там вот такой фостех задач, мне надо то сделать. Здесь, блин, маленький этот UX. Да мы подвинем, но потом, но потом. И это очень тяжело. Поэтому, если такие люди будут встречаться вам на пути, просто помните, что у них очень тяжелая работа. И старайтесь всем всячески помогать. Есть другой аспект. Вот юзабилити-лаб, это было агентство, и мы занимались только проектированием, юзабилити-тестированием, то есть все, что связано с UX. Это выделенная такая ячейка, когда вы, допустим, в маленьком сортапе решили, что вам надо сделать хорошо. Отчаялись, себе не хотите брать, отдаете следующим людям. В агентстве происходит какая-то магия. Иногда люди интересуются, что происходит. Иногда им даже интересны наши процессы, они просто хотят на выходе красивые картинки со стрелочками переходов, как, что, где работают, и считают, что после этого все станет офигенным. Здесь гораздо комфортнее работать, потому что вокруг тебя такие же магии-волшебники, вываритесь в одной штанге, все это стоит очень дорого. Класс. Минусы есть в собственном развитии. То есть никогда невозможно, сидя в агентстве, целиком предусмотреть все решения, которые можно понять, когда вы работаете в венхаус. Когда разработчик придет, скажет, что это у меня не сделать, а кажется, что технологии не может поддержать, что вы предложили, и куча этих ограничений. В этом плане, конечно, интереснее и сложнее работать над одним проектом, который вот, вы предложили изменения, а потом сидите, трясетесь, ждете, там, менеджер придет с клутом или с пряником. Казалось бы, все это упирается в той или иной степени в интерфейс и может показаться вам ненужным, потому что я не знаю, кто из вас хочет стать там фронтендером, либо, наконец-то, начать рисовать картинки. Но чем прекраснее X и вообще наш курс тем, что это применимо в любых областях жизни, и так или иначе вам придется коммуницировать с людьми, с вашими коллегами. Простой пример, который я показывал недельку назад. Я попросил одного программиста, одаренного, сделать мне выгрузку людей по определенным параметрам. Я хотел их назвать инвестированием. Он, не спрашивая меня, в какой форме мне нужен результат, выдал простую табличку, а я книжка пользователя, фамилия, имя, как он зарегистрировал на сайте. Это, на самом деле, важно, потому что, если там написано «Малина голубоглазая», я ее не буду звать, потому что это так себе люди обычно. Возраст и пол. Потому что, если там Марина, а у мужчины тоже, ну, понимаете, да? Мне приходит ответ от программиста. Я, честно, в принципе, я все понимаю, что здесь написано. Ну, когда я вижу, что вместо пола, вместо привычных мэжа стоит 0,1, это, с одной стороны, несложно понять. Я могу даже аналогию провести, да? Какую-то. Но каждый раз, когда я смотрю туда, мой мозг должен сделать два действия. Подумать о том, что 0 это женщина, 1 это мальчик. Каждый раз, пока у меня это не стоит до автомата. Я понимаю, что, когда вы пишете код, и у вас так люди обозначены 0,1,0,1, для вас это естественное выведение. И что, он мне выказал с базы? В базе так записываю. Так я тебе и показал. Вот эти айдишки, они были ли ссылки. Мне каждый раз надо было заходить в фото, в странную, слачку профайл, слэш, и туда, к копипасте, или эти цифры. И каждый раз, когда я это делал, я вспоминал его. Соответственно, если вы не хотите там уикать, краснеть, и чтобы о вас рассказывали потом в политехе, не делайте. Можно было спросить у меня, в каком виде я это хочу видеть, удобно ли мне оперировать терминами мальчик-девочкой или 0,1. То есть это всегда улучшает ваше взаимодействие внутри команды. Всегда можно сначала послушать и сделать, а можно переспросить человека, правильно ли вы поняли задачу, и что вы хотите на выходе. Этого очень сложно добиться, но зато если вы сможете это сделать, то вас не будет преследовать все время вот эта боль, когда вы каждый раз смотрите и думаете, вроде не все нормально, а вроде, ну господи, за что мне? Есть еще один такой вопрос, который у меня как-то по-сому возник, кто делает неудобный интерфейс? То есть почему так случается? Все вроде бы понимают, зачем сделать удобно. Никто не хочет не преследовать цели садомазохизма, так сделаю неудобно, чтобы люди, в общем, не могли ничего сделать. Таких целей никто не ставит, но, однако, все мы сталкиваемся с тем, что там или иначе есть байки, которые, да, в систему не тянет, ну что-то пошло не так в ходе, там никуда прописалось, сломалось. А есть байки, которые именно на взаимодействие. Вам кажется, что должна сейчас появиться форма подтверждения, а там появляется какая-нибудь ерунда. Почему так происходит? Это к вам вопрос. Я узнаю ответ. Возможно, как это функционально расставит отлично? Ну, зачастую, да, конечно, наращивание функционала всегда приводит к тому, что, если ты пришел в магазин, раньше уходили в булочную, просто покупать хлеб, сейчас приходишь в ленту, думаешь, просто надо за хлебом идти, там, чтобы здесь, потом на выходе еще эта касса от Виктора стоит, ну что-то формате. Почему нельзя, как раньше, просто за хлебушком строить? Ну, давайте ближе к компьютерной тематике, выберите именно интерфейсах, которые на мониторах светятся. Ты вообще не специалист в компаниях, которые этим занимаются? Нет, смотри, да, да, условно нет. Я не к тому, что, ну вот ты же не специалист, да, вы не специалисты пока. Вы что-то сделали. Наверняка найдется тот, кому это неудобно. И ладно, вы еще студенты, вы всему научитесь. А есть же вы, кто-нибудь, сайпер-жидные делают. Там, наверное, наверняка эти студенты сидят. А я каждый раз задаю вопрос, как можно что-то сделать. Инфренс не лучше. А? А вот про то же сайты лучше. Да, вот это нормально. Да не одни мы. Весь мир делает какашка, да? Неудобно это в принципе субъективнее понять. Кому-то удобно, а кому-то неудобно. Об этом, да, мы сегодня поговорим, и Виктор еще подробнее расскажет как раз, как перейти именно от субъективной оценки к объективной. Но тут есть такая вещь, как история развития и вообще эволюции. Вообще очень многие вещи становятся понятными, когда вы покопаетесь в предпосылках того, как везде, ну, откуда все это взялось. Потому что компьютер вообще изначально был придуман не как средство выхода ВКонтакте, в одноклассники, а как помощник, как калькулятор, грубо говоря, для чуть более продвинутого бухгалтера. Когда инженер мог написать сам себе программу, которая поможет ему с расчетами. Он прекрасно знал, что он делает, прекрасно знал, что ему надо на выходе, и он получал от этого ВК. Суть в том, что вот если бы прошлую табличку программист сделал сам для себя, она бы для него была идеальной. Потому что он это ожидал, он это увидел. Как только в систему добавляется человек, который свои ожидания, свою жизнь, свой уровень подготовки, да, там, бабушка пришла, села, а у него там 0.1. У меня мама навряд ли вообще сообразила, откуда есть 0.1, подумала бы, что все сломалось. Вот я уже как-то пообщался, знаю, что так можно называть людей. Суть в том, что эволюция произошла очень быстро. И понятно, что если вы целый день пишете код, ну невозможно не получить эффект этого кода на свой мозг. Это неплохо. Просто надо помнить о том, что есть другие люди со своими задачами, со своим восприятием, со своим там каким-то багажом, опытом, знаниями. Есть какие-то объединяющие функции, о которых вы можете расскажете с точки зрения психологии, как раз, как работает внимание, как работает память, почему вы что-то видите, почему не видите. Это очень интересная тема. Но суть в том, что этого можно избежать, если пытаться следовать каким-то правилам. Безусловно, будут какие-то ошибки. Но вот максимум можно постараться избежать. Я об этих методах могу рассказывать. Собственно, цель курса. О чем могу говорить и зачем, главное, это надо вам. Нам не было говорить зачем. Хочется, чтобы на выходе вы не стали суперпроектировщиками. У меня нет цели завербовать вас и создать потом из вас маленькую сектору и их серят. И вербовать всех куда-нибудь делать дорогие проекты, потому что это дело. Цель именно, чтобы у вас в головах поселилась мысль о том, что можно думать не только о себе, но и о других людях. Причем думать не так, как они о вас думают в отзывах. А чуть лучше. Ну, понимать, почему с ними это происходит. И главное, как этого можно избежать. Мы дадим набор каких-то методов, способов. Оценки интерфейса. Как представлять тех людей, что с ними делать, как на них проверять. Чтобы в итоге у вас был инструментарий, который вы можете либо сами применить, либо рассказать менеджеру, что давай-ка вот мы возьмем человека, который будет этим заниматься. Потому что сейчас, на самом деле, UX стал, ну, как сказать, может быть, это мне кажется, что он популярнее стал, потому что очень много вокруг говорят. И часто в интернете можно встретить подобные картинки. Видели такую, нет? Ну вот, суть в том, в чем отличие дизайна от юзер-экспириенс. Что, мол, все разработчики придумали и положили такие дорожки, а юзер-экспириенс говорит нам, что нам проще и так ходить на трамвайную остановку. Также есть такая байка, что, может быть, это правда. Во Франции делают парки иначе. Там сначала засеют все газонами, потом люди протаптывают тропинки, и следом за ними едет асфальтовая каталка и закатывает как неудобно. Я не знаю, правда это или нет, но звучит все красиво. Если бы я хотел напарить, я бы вам показал эту картинку, как я здесь делаю и рассказал эту историю. Благодарю, ничего себе. На самом деле, эта картинка немного лжива. Потому что у меня просто рядом с домом есть такой же парк по дороге к метро. Я делаю каждое утро точно так же по юзер-экспириенсу. Все это продолжалось до тех пор, пока у меня не появился ребенок. И этот парк приобрел для меня совершенно другое значение. Я туда хожу с коляской. У меня с этой коляской надо проходить там два часа. Мне вообще не упали вот эти короткие дорожки. Мне наоборот, чтобы там при каком-то большее круги, чтобы я с ума не сошел. Не такой большой, я хожу по удобным этим дорожкам. Они прекрасно проходят там мимо парка, можно в уток покидаться всякой дымой. То есть просто разные сценарии использования одного и того же интерфейса. Я не знаю, надо ли было здесь сделать кирпичную дорожку, но если люди думали о том, что ну парк, там же будут пугать с колясками, то они все сделали правильно, но забыли вот про этих спешащих товарищей. Как вот учесть такие аспекты, да, тоже будем рассказывать. Соответственно, тема. О чем мы будем говорить? Сегодня Витя расскажет общее определение, да, удобно, неудобно, какими терминами вообще апеллируем. В следующий раз, скорее всего, я вам расскажу о том, как собрать информацию о целях, о пользователях. Откуда узнать, как люди будут ходить, что делать. Дальше контрольная точка, про них пока не говорю. Информационная архитектура, это как вот все вот это узнание про людей, перейти хоть как-то к интерфейсам по вашему продукту. Как начать рисовать, это очень сложно, когда вы все знаете, перед вами чистый лист, и всем стрёмно, как бы, а что рисовать. Все начинают рисовать главную страницу. Давай рисуем главную страницу сайта. Хотя в сегодняшних реалиях на главную страницу сайта ходит не так много людей, если, например, взять интернет-магазин. Когда-то это было лицом магазина, а сейчас вы идете в Яндекс.Маркет, выбираете товар и проваливаетесь на карточку товара в магазине. На главную ходит только начальник и вот там бренджеры, дизайнеры, но они до сих пор рисуют на шляпланы. Навигация, контролы, списки, то есть это те типовые элементы, которые используются практически на всех ресурсах. Какие они бывают, как их выбрать, нужный, ненужный, удобный, неудобный, то есть как вообще это определить. Особенности восприятия информации, это Витя вам расскажет, то есть как работает память, как понимание, почему вы с утра не можете ничего вспомнить в обычных условиях, как воспользоваться этим в хорестных целях в виде интерфейса, нужно ли делать кнопки объемными или плоскими, на что это влияет и прочее. Методы оценки и проверки, это как проверить на живых людях то, что вы сделали. Ошибки пользователей мобильных интерфейсов, это две лекции, если мы успеем, мы о них расскажем. Потому что это довольно интересно с точки зрения понимания, что происходит с человеком, когда он ошибается. Как он пытается исправить эту ошибку, до какой степени он будет нажимать, когда произойдет этот клик, чтобы он сжасно был использован в мониторе. Соответственно, мобильные интерфейсы, так как сейчас все уехало туда, и у вас будет защита проекта. Слайд с проектами пока пустой, потому что мы думали взять каких-нибудь, я не знаю, про это вам, про булочную или про что угодно, но решили поступить другим путем. К следующему занятию вам надо будет каким-то образом разбиться на группу по пять человек. Опять же, я могу это сделать сам, применив там правила, в плечных рубашках сеять туда, но ты правильно начал сказать, да, так, так, с кем я буду. Но все-таки я думаю, что у вас есть какие-то, не знаю, взаимосвязи, может вам с кем-то хочется, не хочется. Вы можете, если вы наберете костяк из трех человек, не страшно, просто вы там сядете, как-то объявите, я вам двух человек выберу, мне же все равно, и добавлю в команду. В командах вы будете делать проекты, и хорошо, если вы сами придумаете себе проект, либо вы над чем-то уже работаете, может у вас есть какая-то гениальная идея продукта, вы хотели бы ее взять и проработать в рамках этого курса. На выходе у нас будет представление о пользователях, о том, какой нужен им интерфейс, какой не нужен, возможно, мы даже нарисуем что-то в дизайне, не суть. Если у вас будут трудности с проектами, ну вот ничего вы не можете придумать. Мы, безусловно, вам что-то дадим, возможно, одинаково, возможно, разные, но мне бы хотелось действительно, чтобы вы подумали, тут можно отрываться как угодно, там, сайт булочный, все, что хотите, делайте. Первое название у меня такое же, как у Миши, практически по той же причине я не пошел в политех, но причина еще проще, мне лень была очень изгачена ездить, я в этом гач не вырос, и там жил первые несколько курсов, и выбираю университет, я думаю, вот куда угодно я хочу поступить, кроме политеха, потому что очень далеко. Вот, поэтому я пошел в Лиди, потому что просто поближе, я здесь оценил, так, статистический анализ, сколько мне от Московской до Петроградки едет, что поездовало 20 минут 30 секунд до 21 минуты 15 секунд, а что еще делать, тогда нельзя было в интернете посидеть с мобилем. Да, да, но если телефон особенно разрядился, как бы там в Змеюку на Нокии уже не поиграть, что-либо, и только оцениваешь время. Вот, и, собственно говоря, я получил первое образование техническое, и как раз на эту тему хорошо, что спросили, и хотел бы сказать, что идея в том, что просто я понял, что какое-то мое, что-то знание там технических вещей, которые у меня были недостаточно, потому что проектировать хороший интерфейс. Я пришел в компанию, в которой собиралась сделать стартап, в социальную сеть путешественников, и говорят, все, вот ты ведущий разработчик, делай, вот. И, соответственно, я знаю там, как проектировать базы данных, ну, какие-то, да, тогда не было там логи, то есть, там, реализационные базы данных, давайте делать, как бы все дела, связи, таблиц. Вот, там, знаю, как, там, про объектно-ориентированное программирование, что вот, там, эти диаграммы класса, чтобы они взаимодействовали с базой данных, передавали туда-сюда данные, и все такое. Вот, но я совершенно не представлял, как бы, в нормальном виде, как это должно в итоге отражаться на пользователе. И, соответственно, первое, что я сделал в первый день, когда я пришел в эту компанию, я начал читать всякие принципы, вот, там, принципы якобы Нильсона, по хорошему интерфейсу, рекомендации всякие, куча статей. И я в этот момент понял, что это значительно, там, в чем-то спорнее, чем любое, там, проектирование программного обеспечения. Потому что ты спроектировал, там, программа, она либо, там, работает и копирится, либо не работает. А даже если она работает, там, то можно оценить, как это делает, например, в своих книжках, что вот, там, условно говоря, какое-то качество алгоритма, он быстрый, небыстрый и все такое. А с интерфейсом так не получается, что с интерфейсом всегда есть 100-500 разных книг, и ты можешь одного послушать другого, посчитать, что ты сделал правильно, а это как религия, короче. Вам сказал один батюшка делать так, потом приходите к другому и говорите, ваш предыдущий батюшка дебил, надо не так. Вот, и на самом деле, вот, это очень такая тонкая грань, что мы на самом деле вступаем на очень скользкую почву, поэтому для того, чтобы было хотя бы чуть-чуть проще, попробуем собрать в голове то, что сейчас в нас вложил Миша, и давайте попробуем разобраться с понятием, почему это нужно. Любая область знаний, когда оправляется, она что делает? Она берет половину знаний, половину каких-то понятий из предыдущих областей знаний, потому что если она все снова с ныря придумает, все-таки, ой, господи, сколько всего учить, непонятно. Вот, поэтому она берет половину из того, что придумали в других местах, половину допридумывает сама каких-то новых понятий, чтобы посерьезнее звучало, правильно, какие-то новые понятия, значит, это оба серьезно. Но есть такая тонкая проблема, что из тех понятий, которые она взяла из предыдущих, она тоже эти понятия немножко по-своему начинает интерпретировать. Поэтому давайте попробуем по известным понятиям уже пробежаться. Вот, например, понятие интерфейс. Что такое интерфейс вообще, в целом? Не пользуйтесь, говорите, что пользователи мы используем. Нет, давайте не пользуйтесь. Вообще, вот, например, в программное обеспечение. Есть же вот в объектно-ориентированном программировании понятие, да, есть там класс, есть интерфейс. Да, вот там интерфейс, это что? То есть способ взаимодействия? Да, способ взаимодействия чего, с чем? Чего угодно, с чем угодно. Вот, это и есть интерфейс. Интерфейс – это просто система, которая позволяет взаимодействовать от двух до n других систем. Просто вот у вас есть некая прослойка, которая позволяет каким-то вот двум или нескольким системам, они стояли в одиночестве, просто не могли ничего делать. Появляется прослойка, которая позволяет им наладить какие-то процессы между собой. Их раньше не было, этих процессов, они появились. Если прослойка расширяется, соответственно, процессов становится больше. Прослойка сужается, остаются какие-то частичные процессы. Она обрубается, все, взаимодействие нет. В этом и суть пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс – это как раз система, которая позволяет взаимодействовать человеку и компьютеру. Соответственно, если мы попробуем разложить их, то это именно совокупные средства, то есть всякие там мышки, клавиатуры, то есть устройства ввода, экраны и методов. То есть, ну, некий набор правил. У нас иногда даже непосредственно не в средства все упирается, а в то, как это использовать. То есть, например, есть и голосовые интерфейсы в частности. То есть, там средства-то может быть очень простые, а вопрос есть в методе. Мы там, например, только слушаем, что нам говорит какой-то интерфейс, вводим, например, с помощью тонального набора, ну, к примеру, в телефонных интерфейсах, да, вот этих. Или мы и слушаем, и говорим. Это тоже один из вариантов интерфейса, и это тоже человеко-компьютерный интерфейс. То есть, нельзя говорить о том, что в этой программе интерфейса нет. Он есть, но он голосовой. Вот. И, соответственно, в первую очередь речь именно о технических системах, потому что в нетехнических системах интерфейс зачастую, ну, как бы, это довольно естественная штука. То есть, как бы, даже если у двери нет ручки, то ее хотя бы с одной стороны можно толкнуть. А вот в технических системах зачастую нужно придумывать. Хотя, понятное дело, что интерфейсы человек, что проектировал очень давно, то есть, если мы не берем, там, чем компьютерный интерфейс вообще, то есть, например, для того, чтобы копать, мы использовали такую, да, широкую штуку, чтобы побольше можно выкопать, но чтобы эту широкую штуку можно было, вот, там, землей поднять, мы используем черенок, которым прикрепляем к ней лопаты, да, то есть, как бы, у непосредственно устройства лопаты интерфейсом является черенок, в первую очередь, как бы, с помощью которого мы взаимодействуем. Немножко сама эта штука, когда мы ногой передавляем. Вот, но, то есть, получается, что, на самом деле, человечество проектировало интерфейсы очень давно, но, действительно, как Миша правильно сказал, с ускорением всего этого дела, вот, с резким, вот, техническим прогрессом, так получилось, что все больше, именно таких вот деталей реализации, вот, этих вот аспектов, как устроены непосредственно технические системы, начинают прорываться в сам пользовательский интерфейс, потому что, вот, они так устроены были, и, вот, то, как они устроены были, начинает влиять на конечных пользователей. Вот, затронута была тема юзабилити. Что такое юзабилити? Сейчас к опыту пользователя перейдем, это на сладко у нас. Определение. У них взаимодействие пользователя есть. Что еще раз? У них взаимодействие. Да, отличное определение, давайте я открою. Практически с вашими словами. В Викибете чуть более сложное определение, но логика такая, да, то есть у нас есть некое, по-моему, удобство, но оно субъективно, и с ним неудобно работать. Никому. Потому что одному удобно, и другому неудобно, и начинается. Поэтому мы вводим новое понятие, которое, как бы, хотя бы более четким критерием пытается это удобство разложить. Вот, то есть мы пытаемся хотя бы объяснить, что мы в это вкладываем. Вот, вообще, на самом деле, понятие удобство – это такое понятие классическое в лингвистике, которое от противного происходит. То есть есть такие понятия, как здоровье, например, это здоровье, это отсутствие болезни, да, в первую очередь, эти трудности, да, то есть как бы если их нет, то мы говорим о здоровье. Вот, удобство, оно, как бы, идет от, на самом деле, от неудобности. То есть мы можем определить, что такое удобство, определить, что такое неудобно. Вот, то есть неудобно, непривычно, энергозатратно, непонятно, все это входит в понятие «неудобно». Если мы это отбрасываем, получается удобно. Вот, но, как бы, не всегда, если мы отбросим все неудобное, получается удобно в силу дополнительных аспектов, которые прописаны в Pinty Resubility, можете в Википедии посмотреть. Там включены еще контекст использования и включены понятия того, на какого пользователя мы рассчитываем. То есть, условно говоря, то, что удобно капитану корабля, может быть неудобно шестилетнему ребенку. Вопрос то, на кого рассчитан интерфейд. Если он рассчитан на шестилетнего ребенка, значит, то, что неудобно капитану корабля, входит. Вот, и, соответственно, три основных понятия в юзабилити входит. Это как бы стало классикой уже их описывать. Это эффективность, то есть вообще, выполняется ли задача с помощью этого интерфейса. Может быть, грубо говоря, в 60% случаев задача просто не выполняется. Например, как-то я в дождь не смог вызвать Яндекс.Тенси. Вот, и, собственно говоря, эффективность конкретно для меня в этот момент была плохая. Да, как бы понятно, что, наверное, там еще 4 других человека вызовут, но все равно это будет 80% понесо. Вот, то есть это как бы то, когда мерят на юзабилити, то есть приглашается несколько человек, там 6, 7, 8. Кстати, говоря о статистической значимости, зачастую 6 человек просто покрывают основные проблемы по многочисленным исследованиям, и не обязательно приглашают, допустим, 60 человек, чтобы покрыть основные проблемы интерфейса. Грубо говоря, можно показать какому-то количеству знакомых и выявить вот эту вот, как бы хотя бы вот проблему с тем, достигается ли цель или нет, с объективностью. Что такое продуктивность, это чуть посложнее, то есть, грубо говоря, это, скажем так, допустим, в простых интерфейсах, это скорость решения ключевых задач. То есть, если мы берем тоже вызов такси, то есть, насколько быстро человек может вызвать такси. То есть, он находит, и вот, раз, и все, там, буквально за 20 секунд к рейджу. Вот. Ну, не для всех это работает так, но в целом основная идея в том, что есть и набор основных действий, и мы их, соответственно, можем быстро вытекать. Вот. И есть понятие удовлетворенности, естественно, вот оно наиболее сложно измеримо, но его тоже сюда включают, потому что, как бы, действительно, бывают ситуации, при которых, там, и интерфейс достаточно эффективный, и, вроде, задача продуктивная выполняется, но удовлетворенность низкая. В некоторых случаях это может привести к тому, что пользователи просто откажутся пользоваться таким продуктом, у которого такая низкая удовлетворенность работать с ним. Например, то, что я привел по поводу кассы. Да, то есть, как бы, контрастность цветов, валя на глаза, неудобно, и, соответственно, кассиры будут стараться избегать касс, в которых стоит такой программный комплекс. А менеджмент магазина спросит, а на кой чёрт мы тогда платим эти деньги за этот программный комплекс, если кассиры не хотят за ним работать. Или, как бы, для кого делается это, получается. Вывод, то есть это тоже, на самом деле, важный момент, и удовлетворенность ближе к понятию «опыт пользователя». Опыт пользователя – это такая штука, которая шире изобилити. Вот он, соответственно, его называют «Юзер Экспириенс», «Ликс», «Польский опыт» – всё это про одно и то же. И речь о том, что оно включает в себя всю совокупность эмоциональных и других, скажем так, контекстных вопросов, связанных с взаимодействием. То есть, например, если мы знаем, что пользователь быстро решает задачу, это ближе к изобилитике. Но если мы знаем, что в этот момент он находится в метро, и его трясёт, потому что у него, собственно говоря, там едет быстрый полис, и у него периодически отрубается интернет, и он, соответственно, борется вот с этим вот, и его периодически долгает. Ещё мы знаем, что, например, он торопится, там, купить, там, какой-нибудь, заказать букет, потому что он там хочет, чтобы его доставили к дню рождения его девушки. Вот эти вот все моменты, связанные с контекстом, с его переживаниями, с тем, что он думал до того, как начал пользоваться интерфейсом, в процессе, после, всё это связано с своим тем, опыт пользователя. Это очень такая комплексная штука, и действительно, когда говорят там UX-специалист, на самом деле, часто подразумевают, что ты там подвигаешь какие-то макетики, на самом деле, конечно, хороший UX-специалист или человек, который просто молит за продукт, он должен хоть на немножко пытаться заглянуть в то, как бы, как в итоге пользователи подходят к тому, чтобы с вашим продуктом взаимодействовать. Что с ним происходило до этого? Когда вернётся ли он к этому или не вернётся? Вот эти все моменты очень-очень важны, и они входят вот в это очень, на самом деле, широкое понятие, которое, как я уже сказал, шире, чем понятие именно UX-специалист. Давайте теперь разберём понятие «хорошего интерфейса», то есть Миша уже рассказал про плохие интерфейсы. Давайте попробуем подобраться к понятию «хороший интерфейс», и для того, чтобы это сделать, давайте просто попробуем представить интерфейс как многокритериальную задачу. В принципе, это классическая многокритериальная задача. У нас есть очень много вещей, которыми мы хотим вложить в понятие «хороший интерфейс». Это, как раз я сказал, продуктивное, быстрое выполнение какой-то задачи. Скорость обучения, чтобы я посмотрел на интерфейс, мне сразу всё понятно, всё отлично, и любой платит так сделал. Визуальная простота, чтобы там вообще всё было не зашумлённое, информативное, чтобы максимум полезной информации всё разместить. Возможность гибкой настройки, чтобы можно было вот именно так взять и настроить под себя этот интерфейс, чтобы кто-то мог настроить, кассиры могли настроить, чтобы им глаза не болели, а кто-то мог настроить, чтобы поля передвинуть, потому что он левша, ему так удобно. Естественно, для огромного количества проектов интерфейс, так как это лицо продукта, должен так или иначе участвовать в обмене какими-то, скажем так, ресурсами, в том числе и финансами. То есть он должен какую-то выгоду приносить создателю в проект. Вот. Для некоторых проектов имеет значение время на сайте или приложении, которое проводит пользователь. То есть провёл он там 5 секунд или полчаса. А теперь вопрос, что мы видим, что как в любой многокритериальной задачи у нас некоторые критерии просто противоречат друг другу. То есть ну какие, например, здесь противоречат? Вот здесь вот, например, Конечно, да. То есть если человек быстро выполнил какую-то задачу и ушёл, да, соответственно, как бы он провёл меньше времени на сайте. Мы как бы, если мы хотим улучшить одно, скорее всего, просеять другое. Что ещё? Конечно. Конечно. То есть как бы мы запихав побольше информации в любом случае просядем по визуальной проспетии. Поэтому, ну на самом деле таких моментов просто куча. Часто они противоречат друг другу частично и поэтому весь вопрос в том, каким проектом вы занимаетесь. То есть как бы нет ни одного проекта, для которого все вот эти аспекты важны. Вот для какого-то проекта важны больше. там какие-то такие, для какого-то другого важны другие. Давайте просто попробуем разобрать несколько проектов с вами вместе погадаем, что из-за этого важно, что не важно. Вот. И мы с вами сможем убедиться в таком случае, что, скажем так, понятие хорошего интерфейса, оно очень сильно различается в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Вот, например, в принципе, там простой интернет-магазин, в котором люди приходят для того, чтобы что-то купить, что-то найти, что-то посмотреть. Какие здесь основные критерии для того, чтобы оценивать этот интерфейс как хороший? Не-не-не-не, давайте не в детали, вот у нас там несколько критериев, которые я назвал в прошлый раз. Давайте попробуем понять, какие здесь вот из тех критериев, может, еще каких-то, которые вы приведете. Ну, в целом, да, но на самом деле это не самоцель. Ну, то есть, как бы, да, я бы ее учел, но, наверное, не на первом месте. Быстрое выполнение задачи, конечно, выгода. И еще один момент скорость обучения. Человек приходит зачастую первый раз, вот как Миша правильно сказал, из Яндекс.Маркета, как бы он этот сайт первый раз видит, и если он, как бы, не сможет разобраться, как там купить, то, как бы, и смысла нет. Естественно, без выгоды ни один интернет-магазин работать не будет, поэтому можете посмотреть, здесь интерфейсное решение, здесь зачеркнуто какое-то количество рублей и по каждому 499. Все это, как бы, уменьшает визуальную простоту, но увеличивает выгоду. Мы начинаем взаимодействовать с пользователем, с позицией, что давай купи скорее, потому что это предложение дня. Например, Booking.com, может быть, вы бронировали и видели, что у них очень много таких вот именно мотивирующих интерфейсных решений. Например, только сегодня минус 23%. И это сделано более ярко, более заметно и все такое. это как раз такие решения, которые направлены на выгоду. Да, они решают визуальную простоту, нагружают интерфейс, но вот это тот аспект, который они поднимают высоко своей значимости, поэтому они для этого делают визуальные решения. И, собственно говоря, мы как бы не можем говорить о том, что это плохой интерфейс, в силу того, что как бы это и есть то, зачем они это делают. Например, возьмем интерфейс это, наверное, у нас корабль. И если мы возьмем интерфейс корабля, то есть у него там куча экранов, какие-то контролы, кнопочек безумное количество. Это плохой интерфейс? Ваши. Почему? Информативность. Информативность. Отличные критерии. Он у меня записан. Что еще? Конечно. Потому что... Молодцы, ребята. Да, да. На самом деле телепатов нет у вас. Молодцы. На самом деле весь наш курс очень активно построен на здравом смысле, поэтому, в принципе, никаких специальных знаний не нужно. Включайте здравый смысл и вы будете правильно отвечать на все вопросы. Вот. Есть еще два, на самом деле, которые я добавил. Я уже с вами не помню, поэтому... Да. Конечно, быстрое выполнение задачи, естественно, и я добавил обязательно на первом месте то, чего мы не учитывали, безопасность. Потому что весь интерфейс корабля или самолету, например, направлен на то, чтобы все это было безопасно. То есть, грубо говоря, там 2-3 защиты от дурака. Если я резко крутану штурвал и все такое, все это там защищено. Вот. То есть, грубо говоря, я, кстати, закончил вот первое образование и сказал специальность у меня информационная безопасность как раз, и у нас, грубо говоря, в оценке информационной безопасности мы анализировали все источники угроз как по этой информационной системе, в том числе, естественно, самому пользователю. Так вот, это как раз тот случай, когда необходимо учитывать, что сам пользователь может нанести непоправимый вред системе тоже. То есть, мы каким-то случайным действием, потому что кнопок контролов очень много, можно не то нажать, перепутать, не в том режиме, и система должна иметь возможность самостоятельно, грубо говоря, выбраться из сложных ситуаций. Вот, похожий, возьмем интерфейс, играйте в танки. Вот у нас похожа тема, то есть, как бы тоже управление сложным объектом, все такое, но цели другие. То есть, как бы здесь, в первую очередь, удовольствие от игры, которое напрямую влияет на время в игре, естественно, скорость обучения для новичков, чтобы побыстрее их втягивать, и информативность, почему я добавил ее сюда, потому что, на самом деле, если я не увижу, например, что что-то произошло там со мной, с моими там товарищами, что там у меня какое-то повреждение, то я просто не пойму, в чем суть, почему у меня одна гостиница не едет, я крутюсь вокруг своей оси, и все такое. Если я, как бы, этого всего не пойму, то непонимание, оно рождает, на самом деле, негативные эмоции, причем достаточно сильные, и, соответственно, все это, ну, весь этот негативный фон эмоций, как мы уже рассказали с вами по поводу юзер-экспириенс, он приводит к тому, что на фоне полученных негативных эмоций возникает нежелание использования продукта, то есть, собственно говоря, время в игре может сократиться очень резко. Вот, а, соответственно, как бы никто этого не хочет, поэтому стараются делать как вот всякие такие вот таблички по поводу своих там, как сказать, соратников, так и огромное количество способов фидбэка, то есть там попадания, взрывы, чтобы я видел, что там, где идет бой, шум в правом наушнике больше, чем в левом, все это направлено на то, чтобы степень моего погружения, степень моего, как бы вовлечения в эту среду была как можно больше. И мы переходим к нашей замечательной задаче, это социальные сети, которые частично вбирают в себя как раз то, о чем я сказал в играх, вот, и совершенно не похожи, например, на те же самые интернет-магазины. Естественно, мы возьмем, например, вот там, ленту социальной сети, то понятное дело, что у нас нет никакой цели максимально быстрого выполнения задач. У нас, в принципе, вообще зачастую нет никаких задач. Мы перед пользователем ничего не ставим. Как бы, и пользователь приходит сам и сам находит себя, что ему было бы интересно. Поэтому интерес стоит на первом листе. Ну, а, соответственно, это влияет на время в приложении напрямую. Вот. Если пользователем неинтересно, он лишний раз не придет. Если он лишний раз не придет, то, соответственно, он, возможно, недополучит какой-то информации о том, что сделали друзья. Соответственно, им будет уже не так интересно с ним общаться. Они написали ему сообщение, а он молчит. И все это начинает сокращаться. Естественно, это плохо. На самом деле, понятно, что это и плохо и друзьям, потому что они расстраиваются, что он ей пишет. Вот. И, естественно, это плохо для нас, как для проекта, потому что, если, как бы, ходите, не обмениваются сообщения, эмоции, движуха, и то, как бы, социальности практически не существует. Вот. Поэтому наша задача в том, чтобы постоянно помогать пользователям вот этот интерес почувствовать. Вот, как Миша уже показал. Здесь показать, с кем ты недавно общался, здесь показать, что интересно произошло у друзей, потому что это, на самом деле, именно то, зачем пользователь приходит за какой-то новый движух. Вот. Ну и, конечно, что делать, что мы ориентируемся тоже на скорость обучения, чтобы увлекать новых людей, чтобы они могли как бы быстро разобраться, много не происходит, как бы, вы уделитесь, но есть еще люди, которые, как бы, не зарегистрированы в Одноклассниках и в ВКонтакте, как бы, и они, в принципе, как ни странно, приходят нам каждый день. Вот. Поэтому им тоже надо помогать, помогать, тянуться вам все это дело и найти тех людей, с которыми они хотели бы общаться с своих Одноклассников, друзей, родственников, возможно, там, свою первую любовь и кому они там приходят искать. Естественно, если бы у нас была обратная цель или у Инстаграма, который я здесь привел, побыстрее что-то сделать, то вряд ли бы они добавляют огромное количество этих всяких стикеров, милашных, и фильтров, и всего такого. Потому что если бы они хотели, чтобы пользователь побыстрее что-то делал, то они бы добавили бы один фильтр, но фильтр, и запускать. но нет, они сделали специально побольше, чтобы девчонки сидели и выбирали так или так, так или так. Потому что им нравится, что пользователи как бы в это вовлекаются как в процентах, частично игровой процент. Я на самом деле рассказываю не только по поводу того, чтобы вас погрузить непосредственно в среду социальных сетей, но и я рассказываю к тому, что интерфейс будет очень-очень разный. Мы не можем глядя на интерфейс просто какой-то страницы в отрыве от того, где он находится, в каком программном комплексе, кто его пользуется, говорит о том, плохой он или хороший. Мы должны понимать, в каком контексте это используется, должно использоваться, кто это проектировал с какой целью и выполняется ли эта цель. И только после этого на самом деле мы можем свидетельствовать о том, какой-то хороший интерфейс или плохой. Поэтому, если мне бывает прибегают, например, ребята вовсе говорят, ну оцени, оцени, хороший интерфейс или плохой. Я говорю, ну вы знаете, с одной стороны он хороший, с другой стороны плохой. А потом мне иногда говорят, что блин, ну вот почему ты нам говоришь ни да, ни нет. Ну вот, потому что не всегда на такие вещи есть однозначный ответ. Как бы взглядов довольно много и на самом деле я очень хотел бы, чтобы вы в своих будущих продуктах могли посмотреть на такие вот моменты сразу немножко сторон. для того, чтобы это делать есть такое понятие, как User Center Design. Вот. И его идея в том, что вместо того, чтобы ставить на первое место технологии или допустим, там деньги, вот есть у меня тысяча долларов, и вот я делаю все, все, что у меня месяца в эту тысячу долларов. На самом деле, вот User Center Design говорит нам о том, что на первое место при проектировании программного продукта нужно ставить пользователей. Вот. И, соответственно, мы должны, как я уже сказал, определять контекст, да, где это используется. Если это используется в метро, то, возможно, мне нужно мельчить и делать какие-то очень мелкие мелкий текст, потому что, ну, читать это будет невозможно. Правильно? То есть, как бы, эти моменты, которые кажутся очевидными, на самом деле, зачастую не так понятны, когда одна команда разработки сидит в офисе, другая сидит вообще где-нибудь в Сан-Франциско на пляже, а реальные пользователи там пользуются этим в Твиле. Вот. Соответственно, есть некий набор требований, которые могут быть как у самих пользователей. То есть, если это там особенно профессиональные системы, это бухгалтеры, например, как я уже привел какие-нибудь капитаны космических кораблей или инженеры для них. Вот. У них есть некий набор требований, чего они хотят от этого интерфейса. И мы эти требования обязательно должны учитывать. Вот. Есть, например, собственно говоря, способы оценки этого интерфейса. то есть мы что-то сделали и попробовали дать этим капитанам и сказать, ну вот, ребят, попробуем, давайте пробежаться, пройтись по этим экранам, покликать эти кнопочки. Да, еще не все работает, но давайте проверим, давайте посмотрим. И вот это вот все нам позволяет все-таки перейти от того, что Миша показал, пойти плохой интерфейс к интерфейсу, который, скажем так, становится лучше. Вот. Ну, скажем так, что такое прям хороший интерфейс, я, наверное, уже затрудняюсь сказать, но то, что любой интерфейс при желании можно сделать лучше по определенному набору практик, это так. Вот, наверное, у меня все. Есть вопросы? Пожалуйста. Ну, начнем с того, что сейчас, как бы, ну, то, что составили ТЗ, Waterfall-модель, вы, наверное, знаете, про Agile, что-нибудь. Ну, грубо говоря, Agile, это набор, там, целая система методологии, которая подразумевает то, что ТЗ не работает, в принципе, потому что они устаревают в момент написания, и лучше нам придумать способ, как мы можем жить в каком-то другом формате, при котором у нас хотя бы не будет устаревшего инструмента такого, как ТЗ. И он решается с помощью активного взаимодействия. Вот, то есть, допустим, идут итерации какие-то, а зачастую они привязаны к графику релиза, ладно, например, недельный, недельный, и, например, вот там, есть некий набор демонстраций, да, как бы, вот, лик-специалист, он какие-то вещи определяет до того, как он берется в разработку, какие-то вещи смотрит в процессе разработки во время итерации, какие-то вещи оценивает уже после того, как разработано, вот, как я уже сказал, там, приходит непосредственно к пользователю системы, проводит, возможно, юзабилити-тестирование, или даже просто им показывает, скажем так, коридорные тесты, просто прибежал, вот у меня полис не сидит где-то, досягается, я к ним прибежал, говорю, смотри, вот так и так, как ты считаешь? Обязательно, не надо никогда говорить, нормально, потому что нормально, но человек не будет, не хочет тебя обижать, скажешь, нормально, тем более ты ожидаешь от него подтверждений, спрашиваешь его мнение, он, ну, как бы, скажет, скажем так, более, более нейтрально, с меньшим, с меньшим упором в позитив, вот, и, то есть, получается, что, на самом деле, и до начала разработки, и после ее окончания, каких-то итераций, если мы говорим о разработке ПТЗ, то такой разработки и нет вместо их специалистов, потому что, ну, как бы, очень сложно работать ПТЗ, как бы, все это делать, потом узнать, что интерфейс, но, как бы, его переделает полностью, так, как бы, не работает. Ладно. Ну, класс. Стаси, класс. Класс, это наш, наш лайф. Друг вы не знаете. Если мы это знали, то, да. Да, смотрите, на самом деле, про инструменты мы будем говорить, вот, всякие такие диаграммки мы обязательно делаем. Почему? Потому что они просто позволяют вывалить все наше содержимое мозга, хаотичное, на какой-то носитель, и этот носитель потом как-то анализировать, презентовать, и все такое. То есть, это там майндмэк, вот такие вот это, например, диаграммы связи, вот информационная архитектура, все это составляется, допустим, в программах, ну, например, я пользуюсь Омниграммом, программой, которая там позволяет связь, всякие делать между объектами, всякие диаграммы, все такое. Очень удобно, на самом деле, как бы, но таких программ куча. То есть, есть онлайн инструменты, и все такое. Вот, в принципе, это сравнимо с инструментом по созданию UML-диаграмм тем же, то есть, как бы, в принципе, если вы знакомы с тем, как они создаются, то как бы, это упрощенный вариант UML-диаграмм. И опять же, электронная почта, и вообще любые способы коммуникации, это вообще в первую очередь. То есть, зачастую это анализ сценария, там мы делаем набор скриншотов, создаем вот эту вот диаграмму, и по некоторым скриншотов кидаем там по электронной почте в одноклассники, и спрашиваем, а вот здесь вот так это подразумевает, что должно быть, или не так. То есть, как бы UX-специалист не может существовать отдельно от команды. И важный момент, который я хотел сказать, что на самом деле, почему мы вообще хотим прочитать этот курс? Потому что неважно, будете вы UX-специалистом или нет. На самом деле, это абсолютно не принципиальный для нас вопрос. Мы просто знаем, что любой человек, который вовлечен в разработку программных продуктов, он так или иначе участвует в проектировании интерфейса. Потому что у любого программного продукта есть интерфейс. В любом случае. Даже если это какая-то прослойка, передающая данные из одной программной системы в другой, все равно в какой-то конечной точке этой программной системы есть интерфейс, который взаимодействует люди. Соответственно, так или иначе, если даже вы не проектируете интерфейс целенаправленно, все равно вы его как-то, наверное, где-то будете проектировать. Все равно вы, наверное, решите в какой-то момент поставить кнопочку, даже в вашей собственной админии, а скорее всего в какой-то уже рабочей системе, что здесь нужна кнопочка, а здесь нужно крестик закрыть, а здесь нужно то, здесь нужно все. Вот лучше все-таки такие вещи проектировать не хаотично, как мы с вами все прекрасно знаем, так же, как это объектно-ориентированное программирование, лучше не создавать кучу глобальных перемен, например, а создать какую-то логичную структуру, которая будет и вам понятнее через полгода, и любому новому пришедшему понятнее, самое главное, что она будет отражать хоть как-то реальность и ее логику. Вот здесь так же, чем проектировать интерфейс хаотично, лучше немножко попробовать приложить какую-то цель, и мы получим более качественную интерфейс. Играет музыка.